На главной площади в каком-то итальянском поселке Марина поставила стол, на котором разложила семь десятков предметов. Часть предметов была предназначена для получения удовольствия, допустим, птичья перья, вибратор, а другая для причинения боли, в числе которых был нож, ножницы, плетка, пуля и пистолет. В шесть часов простояла она на лобном месте, предоставив тело в распоряжение толпы. Воодруженная на стол табличка гласила, публика обладает полной свободой и сама должна выбрать, причинить художнице наслаждение или боль. Поначалу итальянцы вели себя скромно и скованно, и только какой-то немолодой джентльмен, бежевым выцветшим в высохших разводах плаще и шляпе с засаленным ободом, долго щупал красивой девушке грудь. Постепенно, распаленная пассивностью перформансистки, толпа распоясалась и начала вести себя агрессивно, дергая Марину за волосы и пытаясь повалить ее с ног. Кто-то ножницами деловито разрезал на Марине одежды, кто-то тыкал в ее обнаженный живот, щипами рос. Только засаленный обод, ни на кого не глядя, успел подхватить раскрывающийся дипломат и зайти за кусты, как случайно прохожий по виду инженер, зарядил пистолет и, недолго думая, приставил его к Марининой голове. Марина не пошевельнулась. Растерзанная, полубнаженная, она стояла на площади с непроницаемым, не выдающим ни гнива, ни страха лицом. Два долговязых подростка, забыв о стрельнутой у кого-то выкуримой одной на двоих сигарете, с раскрытыми ртами ждали развязки. Какая-то баба с баулом остановилась, окинула осуждающим взглядом толпу, увидела сцену с молодым, обыкновенного вида человеком в костюме и не шевелящейся девушкой, различила, сощурившись и умножив морщины, приставленной голове пистолет, переложила баул и с левой правую руку пробормотала куйлас асунфой на пидманском диалекте и поплелась дальше, тряся затекшей рукой. Вертлявый, как вьюн зеленщик, у которого в земле, забившийся под ногтями, можно было разбить на огород, на всякий случай отошел и от пистолета, и от стола с табличкой подальше. Его такой же низкорослый напарник давно уже стоял за прилавком и наблюдал за происходящим на площади сквозь челястые деревянные ящики, которые были наполнены картошкой, отпустившей усы, и брюквой с гнильцой. Неказистый мужик с оттянутыми длинными мочками по виду шофер или рыбак в бахилах и брезентовой куртке, недавно закончивший пререкаться с выспрашивающим у него сигарету мальчишкой, набросился сзади на инженера и выхватил у него пистолет. После окончания шестичасовой вакханалии Марина еле могла стоять на ногах. Услышав звоны на ратуше, акция кончилась. Она пошла на толпу. Никто не смотрел ей в глаза. Испугавшись ожившего, в течение шести часов безучастного, неподвижного и безответного тела перформансистки, зрители разошлись. Дэн, когда я читала твой текст, я была уверена, что ты знал о Гулы и Марине, описывая перформансистке в своем рассказе разницу между щелкопером, щелканием, глянцевых и глазурных, как печатные пряники фотографий, и настоящим искусством, предметом которого становится тело художника, то есть в буквальном смысле жизнь или смерть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова